Санаторий 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 изображения, шаблон документа заседания мультидисциплинарной реабилитационной команды, шаблон документа протокола заседания врачебной комиссии, шаблоны для бактериологической лаборатории, автоматическое создание выписного эпикриза, которое позволяет автоматически подтягивать данные из ранее созданных медицинских документов, шаблон информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство. Добавлена возможность выведения логотипа санатория на печатные формы медицинских документов. Для улучшения идентификации в информационной системе добавлена световая маркировка вида гостя. Разработаны непосредственно в информационной системе печатные формы договоров, что позволило 8 раз сократить время их формирования и положительно повлияло на качество работы приемного отделения, медицинских регистраторов и администраторов отделения реализации распространения санаторно-курортных путевок. Продолжена работа по развитию документационного обеспечения, совершенствованию форм и методов работы с документами. С помощью внедренного модуля информационной системы 1С документа оборот проведен контроль за своевременным исполнением более 400 служебных документов. Данная программа позволяет контролеру сократить время на обработку и поиск документов с установленными сроками исполнения, просматривать ответственных исполнителей, а также контролируемые документы, фиксировать все задержки исполнения документов. С помощью модуля 1С документа оборот автоматизирован процесс оформления внутренней описи дела, что позволило значительно сократить время на подготовку документов для хранения. Финансово-экономическим отделом совместно с отделением обработки информации проведена работа по организации в программе 1С количественного учета поступления и расходования лекарственного обеспечения и медицинских средств для медицинской и медико-психологической реабилитации специального контингента. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в текущем году проведена большая работа по приведению деятельности санатория к требованиям профессиональных стандартов. В связи с этим 175 сотрудников прошли обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Продолжено совершенствование материально-технической базы медицинских подразделений, приобретен аппарат для пассивного вытяжения позвоночника Арметкинеза, комплектующий для установок экзарта, роллы для миофасциального релиза. Специалисты отделения лечебной физкультуры прошли обучение по темам позвоночник 3D, прикладная кинезиология, миофасциальные цепи, динамическая мобилизация позвоночника и тазобедренного сустава. Разработаны и внедрены в работу новые методики тепловизорная диагностика заболеваний периферической нервной системы, электродрегинг лекарственных веществ, зеркальная терапия. Введены новые медицинские услуги, клиника психологической психодиагностическое обследование, индивидуальная психотерапия, групповая психотерапия, вакуумный массаж лица и шеи, фасциальная, групповая и индивидуальная гимнастика с использованием миофасциального релиза, прием медицинского психолога. Организован амбулаторный прием для жителей и гостей Крыма. 13 врачей и 32 медицинские сестры прошли аттестацию на присвоение квалификационных категории. На сегодняшний день в санатории 34 врача и 54 медицинских сестер первой и высшей категории. Периотическую аккредитацию прошли два врача и шесть медицинских сестер. Два врача прошли повышение квалификации по программе организации здравоохранения и общественное здоровье. Дополнительно два врача прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности физической и реабилитационной медицины, что позволило санаторию в своем составе иметь пять врачей по данной специальности. С целью развития внутреннего маркетинга разработана и пациентам санатория представлена брошюра о медицинских услугах энциклопедия процедуры. По QR-коду в энциклопедии можно зайти на сайт санатория с актуальным прескурантом службы. В подготовке брошюры приняли участие врачебный состав и средний медицинский персонал. В Федеральной службе по интеллектуальной собственности Роспатенте зарегистрирован товарный знак санатория. Сотрудники отдела материально-технического обеспечения полностью выполнили запланированные мероприятия, организовали бесперебойную и безаварийную работу всех подразделений по обеспечению эффективной деятельности санатория. По инициативе и поддержке руководства санатория силами отдела материально-технического обеспечения проведены строительно-ремонтные работы по созданию нового помещения медицинской регистратуры на втором этаже Центра досуга и питания в стоматологическом кабинете и части номерного фонда Центра медицинской реабилитации. Проведен капитальный ремонт кабинета лечебных душей и помещения приемного отделения. Приемное отделение приобрело облик помещения, соответствующего статусу санатория премиум-класса. Продолжено озеленение территории санатория, высажено более 15 тысяч однолетних и более 800 многолетних растений, в том числе луковичных первоцветов. С целью улучшения качества обслуживания пациентов в подразделениях разработаны книги конфликтных ситуаций, которые возникли при коммуникации пациентов с сотрудниками. Описаны варианты этих ситуаций и пути их решения. Варианты обсуждались в подразделениях, прорабатывались вопросы, кто и какие решения может принимать в каждом конкретном случае, что может предпринять сам сотрудник, какие у него есть полномочия. Дополнительно для сотрудников прописывались возможные речевые модули в решении той или иной конфликтной ситуации. Наполнение этих книг и их интерактивная коллективная проработка является эффективным методом повышения качества коммуникации персонала с пациентами. С целью оптимизации процесса уборки палат и зон общего пользования рабочей группой санатория проведено нормирование труда санитарок Центра медицинской реабилитации по современным передовым технологиям. По итогам нормирования пересмотрен график работы санитарок, перераспределенных труд, оптимизирована разнарядка, а также проведено обучение по улучшению качества обслуживания и уборки, использованию уборочного венитаря и средств профессиональной химии, что позволило вывести работу санитарок на принципиально новый уровень. В Центре досуга было проведено более 3,5 тысяч культурно-досуговых мероприятий пациентам с охватом более 27 тысяч человек. Основными формами работы Центра стали концерты, танцевальные вечера, культурно-развлекательные программы, тематические вечера, караоке, вечера живой музыки, творческие мастер-классы, акварельные арт-вечеринки, музыкальные вечера фортепианной музыки и саксофона, спортивно-оздоровительные мастер-классы по зумби, восточным танцам. На протяжении года с целью раскрытия творческого потенциала сотрудников, укрепления корпоративной культуры, дальнейшего сплочения коллектива проводились профессиональные творческие конкурсные программы. Проведен цикл профессиональных медицинских конкурсов, конкурс мастерства команд поваров и официантов, творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «От сердца к сердцу» поклонимся великим тем годам. В 2023 году в санатории родилась еще одна традиция – я у родителей на работе, во время которой юные пироговцы посетили приемное отделение, где увидели награды, которыми был достоин коллектив за последние 9 лет, познакомились с историей здравницы, побывав на экскурсиях по территории и музею санатория. Но самое главное – ребята получили уникальную возможность принять участие в совещании начальника санатория, сфотографироваться в кресле руководителя и оставить себе на память фото этих незабываемых моментов. Продолжила свою работу детская студия «Пироговья», совмещающая в себе уникальный формат развивающей и обучающей платформы. Студии индивидуально подходят каждому ребенку, создавая для него психологически комфортные условия, давая ему возможность проявить себя в творческой деятельности «Найти свое я». Все мероприятия в студии – анимационные программы «Мыльные пузыри», «Супергерои», «Богатырская сила», «Мир динозавров», танцевальная программа «Лови ритм», интерактивная программа «Головоломка», разнообразные творческие мастер-классы, физкульт-минутки, мини-спектакли и концерты, поставленные силами детей, предоставляют им возможность с интересом и пользой провести время отдыха в санатории. В этом году детям были предложены новые интерактивные познавательные мероприятия «Мир профессий» и ознакомительные экскурсии в лечебно-диагностический центр санатория. Экскурсионные программы стали проводиться не только для пациентов и их детей, но и для детей-сотрудников, учащихся в школах города САГИ, представителей общественных организаций города. Сотрудники центра досуга продолжили интенсивную работу по развитию основного сайта санатория и аккаунтов в социальных сетях – Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, аккаунты о санатории имени Пирогова и Пирогова Продакшн. Благодаря активной работе общая численность подписчиков составила более 38 тысяч. Каждый аккаунт уникален и имеет свою специфику. В аккаунте санаторий имени Пирогова размещается актуальная информация о предоставляемых услугах, советы врачей и медицинских специалистов, отзывы пациентов, рубрика «Школа здоровья у вас дома», информация об инфраструктуре здравницы, досуговых мероприятиях, событиях, которые происходят в санатории, о достижениях и наградах здравницы и сотрудников. Пирогова Продакшн делится закулисной жизнью центра досуга, освещает концертные программы и культурно-досуговые мероприятия. Все мероприятия снимались с телестудии санатория и Пирогова Продакшн и были выставлены в социальных сетях. Для более эффективного продвижения бренда санатория была расширена рекламная программа, демонстрировалась аудио-видеореклама, размещались билборды, баннеры, печатная реклама. Большим событием в жизни санатория стало открытие обновленной современной библиотеки, которое прошло в интересной форме с погружением в историю и поэзию. На базе санатория создана волонтерская группа «Сердце за мир», состоящая из жителей города Саки и сотрудников санатория, которая занимается организацией и проведением акций милосердия, а также благотворительной поддержкой участников специальной военной операции. Медицинским персоналам в течение года подготовлены и проведены практические конференции «Современные технологии в сестринской деятельности», в рамках которой медицинскими сестрами были представлены доклады «Сестринская деятельность от истории к современности», «Медицинская сестра как основное первичное звено при маршрутизации пациентов санатория», «Прикладная кинезиология», «Мануально-мышечное тестирование», «Современные раневые покрытия и методы их фиксации», «Инновационный метод лечения в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19», «Роль медицинской сестры реабилитационной мультидисциплинарной команды». Инструкторами-методистами по лечебной физкультуре подготовлена конференция «Лечебная физкультура. Основа формирования здоровья нации». В рамках конференции были представлены доклады на тему «Лечебная физкультура как метод восстановления здоровья», «Гидрореабилитация», «Скандинавская ходьба в реабилитации», «Кинезиотерапия с помощью установки экзарта», «Нейрореабилитация с помощью экзоскелета и экзотлет», «Фасциальная гимнастика с применением миофасциального релиза». Завершился год проведением врачебной практической конференции «Актуальные вопросы врачебной практике в санаторно-курортной организации». В рамках конференции врачами были представлены доклады деятельность медицинских подразделений санатория «Вектория» развития пациента центричной модели, дефекты в медицинской документации при направлении на санаторно-курортное лечение, анализ и пути решения проблемы, возможности диагностики в условиях санаторно-курортной организации, санаторно-курортное лечение пациентов с постмастокомическим синдромом, комплексное лечение псориаза и псориатической ретропатии в условиях санатория, инсульт, путь пациента, опыт лечения, организация медицинской реабилитации в условиях санатория. В конференции приняли участие члены курортного совета города САКИ, руководители и персонал ведомственных и других санаторных курортных организаций. В плане повышения эффективности работы персонала в течение года на постоянной основе продолжили работу школы управления для расширенного состава административно-управленческого персонала по эффективному администрированию и тайм-менеджменту. Школа-сервисы для всего персонала санатория по темам эмоциональный интеллект как условия предоставления превосходного сервиса, работа с жалобами пациентов, внедрение стандартов и управление качественным сервисом по санатории, общие стандарты обслуживания, 8 шагов эффективной коммуникации с пациентами, пациентоориентированность и пациентоцентричность, пациентоцентричная модель санатория. С целью здоровья и сбережения персонала санатория открыта школа здоровья для всех сотрудников. В течение года еженедельно проводились встречи руководства санатория с пациентами. В рамках этих мероприятий на постоянной основе функционировала школа здоровья для пациентов, где выступали врачи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, медицинские сестры и демонстрировались мастер-классы. Проведено 47 встреч, в которых приняли участие более тысячи пациентов. В санатории прошел проверку системы менеджмента качества крупнейшей международно признанной ассоциацией по сертификации «Русский регистр». По итогам проверки, экспертами и аудиторами подтверждено соответствие требований международных стандартов качества ИСО 9001 и ИСО 22000, процессов и документации системы менеджмента санатория в отношении проектирования, разработки и предоставления санаторно-курортных услуг проживания, медицинской диагностики и лечения, организации досуга, производства готовых кулинарных блюд и организации питания. Санаторий принял активное участие в российских и международных выставочных и научных мероприятиях. В рамках этих мероприятий представлены доклады «Непрерывное совершенствование деятельности санатория Пирогова», «Система менеджмента качества медицинской реабилитации», «Как систему управлять качеством санаторно-курортной организации», «Совершенствование бизнес-процессов на примере санатория имени Пирогова», На Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество» на арее лучших практик внедрения системы менеджмента качества санаторий представил тему «Управление персоналом. Как добиться командной работы?» и в рамках сессии «Новые технологии медицинской реабилитации» доклад «Система менеджмента качества медицинской реабилитации. Опыт санатория имени Пирогова». На Всероссийском форуме «Здравница-2023» для руководителей санаторно-курортных организаций был представлен мастер-класс «Комплексный подход к системному управлению качеством санаторно-курортной организации», который получил высокую оценку президентом Национальной курортной ассоциации, академиком Разумовым Александром Николаевичем и участниками. Одним из самых зрелищных и азартных мероприятий года стала Пироговская спортивная олимпиада-2023, которая в этом году проводилась по шести видам спорта – настольному теннису, плаванию, мини-футболу, волейболу, бегу на 3 км, бильярду. Победители и призеры олимпиады получили свои награды. Сплочению коллектива способствовали такие спортивные мероприятия, как скандимарафоны, мастер-классы по различным видам спорта, день физкультурника в стиле ретро. С целью популяризации здорового образа жизни создан и активно ведется в социальных сетях аккаунт «Пирогово спорт». Проводятся мастер-классы для пациентов-сотрудников по миофициальному релизу. Заслуги санатория высоко оценены экспертным сообществом. Санаторий стал лауреатом Международной премии пищевой безопасности в номинации «Лучший санаторий в организации питания», лауреатом Международной премии клиентского опыта «CX World Awards 2023» в номинации «Лучшие инновации в клиентском опыте» и финалистом в номинации «Лучшая практика использования обратной связи». На Международном конкурсе туристских видео «Дива мира» санаторий занял первое место в номинации «Медицинский оздоровительный туризм». На Всероссийском форуме «Здравница» награжден золотыми медалями в номинациях «Лучшая здравница по клиентскому сервису», «Лидер цифровой трансформации», «Лидер превосходного сервиса и гостеприимства», «Лидер качества санаторно-курортной организации». Важным показателем качества работы коллектива являются многочисленные позитивные отзывы пациентов-здравницы. Таким образом, 2023 год был самым сложным и напряженным за последние 9 лет, но не менее продуктивным и эффективным, как в предыдущие годы, для сплоченного и профессионального коллектива санатория по пути его непрерывного совершенствования.